Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 747. События дня. Псалом 33.3. Многие говорят, Душа моя, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. За 29 декабря 2017 года. Леонид Яковчук. Это Пятидесятник, как он называет, Третье колено, из Америки он, познакомились, пишет, «Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович! Желаю во всем подражать вам!» Из Пятидесятников, повторяю, он как-то во сне увидел, что должен со мной познакомиться, вообще все интересно так. «Учиться всему у вас! Доброй завистью завидую Володе Никите, что всегда рядом с Богословенным Богом, наставником! Желаю, чтобы были моим духовным наставником!» Вот это что такое миссионер и миссия. Вот оно что означает. Он еще пятидесятник, случайно нашел, даже не беседовал, ничего, и он уже не враг Церкви Христовой. Внутренне он уже православный. Просто чудо, Божий подарок. И в 61 год жизни на земле и во сне. Подарок во сне ему, это было сказано, чтобы он меня нашел. И на его книги выписал. Он на Украину возвращается домой, и книги уже там получили. «Благодарю и славлю Господа за все! Только благодаря вам узнал и исполняю Иисусову молитву! Какое испытываю наслаждение и счастье! Спаси Христос!» Вот я это оставлю, чтобы здесь было... Вот они миссионерские отделы создают при патриархии. Большего обмана нету в государстве. Ни среди верующих, ни верующих. Миссионерские отделы нельзя создать. Этому нельзя научить. Это Бог делает сам. Миссия Божия – это труд Духа Святого. Почему Иоанн Затавус говорит «Деяние апостолов»? Книгу правильно было бы назвать «Деяние Духа Святого». Вот не встречались ни разу. И вот какие слова человек пишет, какими буквами. Ну, найдите его, которые у меня нет, другие, они любят нападать на тех людей, заливать грязь. Нападайте на него, я смело говорю. Америка. Леодин Яковщук. Все здесь есть. Вот вчера я пишу. Мир вам, Сергей Александрович. Это Новиков. Что у вас со здоровьем? Мы молимся о вас, да поможет Господь, как ему угодно. О душе. Там было 128 роликов. Это по полчаса надо было о душе. Это Григория Диченко книги. Первое. Уроки и примеры христианской веры. Уроки и примеры христианской надежды. Уроки и примеры христианской любви. Три. И дальше. Из области таинственной четвертый том. Я их насчитал. И теперь он вот это их оформляет, чтобы они звучали, но в виде роликов. Я пишу, что на одну книгу только 128 роликов, по полчаса. Все в натуральном виде. Выключаешь как бы магнитофон. Мне это дорого и близко. Ясная картина магнитофона. Ну, если человек не понимает, о чем я говорю, то даже можно где-то тут найти, наверное. Вот сейчас я посмотрю. Григорий Диченко. Вот я встречаю. Как будто это магнитофон работает и выключается одновременно. Показать просто. Что часто видели, как мертвые входили в дома, в которых они жили на земле. Считывая, что и учители церкви не сомневались в явлении умерших. И не только утверждали эту истину. Видите, я останавливаю. Там магнитофон остановился. Вообще никогда не думал, что так можно. А магнитофон тот, на которых я записывал. Это маяк 205. Вот внизу две кнопки. И когда переключаешь это на другие дорожки. Первая, четвертая дорожка, обратно вторая, третья. И вот ракорт красный торчит здесь. Но стоящие. И при том, магнитофоны как будто мои. Одни у меня была вот такая. Крест, как бы в виде Христа. А здесь такая синяя. Ну, все сходится. И размеры. Ну, и повернутая вот эта зеленая. Красная кнопка. Я на нее на перстах надевал, с которой пишешь оригинал. А на других должна быть запись. И вот здесь кнопка. Вот здесь, вот сзади там видно. Ее срываешь одну. Вот эта вот колышется. Стрелка тут не видно. Я ее знаю. Тут, наверное, тысячи пленок записал. Это голос. И вот одновременно, когда пишешь, вот эти нажимаешь обе. И она сразу записывает туда дорожки. Две туда и две обратно. Четыре. На скорости 19, кажется, 0,7 сантиметра. А слушаешь на 4,7 сантиметра в секунду. Вот как. На той скорости пишешь две дорожки. А потом по одной. Ну, маленькая одна, другую. Это там прослушивается. Но это неважно. Я никак не мог дальше. Это на скорости. Представь, две дорожки туда. Это уже в два раза быстрее. Да умножить еще на 4. Скорость. 3,7. 4. Ну, да. 4. Может быть, в 5 раз. Ну, короче, так. В 10 раз. Ну, учитывая, что еще и 10 магнитофонов, 10 умножить еще на 10. И 100. То есть, как слушать, у меня получалось в 100 раз быстрее. Одновременно это все сделал так. Мы звали его Алеша. А на самом деле Речкунов. Но он Леонид Ильич по паспорту был. Мастер высочайшего класса. Ну, вот он не дожил до этого времени. Тут бы он сейчас с интернетом как все это разбирался. Совершенно неграмотный, как будто бы там, ну, школа одна. Ну, все это божий талант. Любой холодильник со свалки притащит, отремонтирует нас. Любую машину ремонтирует. Магнитофоны японские, они вообще не раскрываются. Все ремонтировал. То есть, не подвластно ему ничего не было. И нас научил всех, сами могли ремонтировать любые магнитофоны уже. Преподавать мог. Ну, его поэтому сценили, его там и на работе, и везде. Вот сейчас я внизу перевожу. Вот видите, вот где тут краткая остановка. Я его нажимаю, но магнитофон движется. Сами, так сказать, подчинялись видениям, исполняя то, что требовали от них являвшиеся умершие. Так, когда к святому Иоанну Затаусту явился в городе Каманах епископ Василиск, за сто лет до того умерший, сказал мужа и все, брат Иоанн, завтра мы будем вместе. Ну, вот проверили. Проверили, я хотел показать, как это есть. Это все он делает. Возвращаюсь сюда. 128 роликов. Ясная картина магнитофона. А вот теперь прислали, о вере, тут все иначе. Мельтешится как бы мозаика в цвете. Лента магнитофона не движется во время прослушивания, нет абсолютно никакой ясности. Почему бы так? Поэтому вторую папку о душе я не стал скачивать. Такие ролики ставить нельзя. Проверьте, пожалуйста, может быть, это только у меня так. Вам передал я, то есть он говорил, чтобы фотографии были не ужатые, а ужимала она в 20 раз. Таких пикселей-то меньше. 1193 фото. Всего лишь несколько десятков из них, быть может, уже были ужатые, а оригиналы не были найдены. Разбил на 8 файлов книгу для слова Божия нет уз. Это я говорю. Отделенно про деревню, про лагерь Станы, наши труды. Их буду вам пересылать по одному. Мне видится так, чтобы эти фото, почти все, то есть 1100 фотографий, ввести в эти 8 видеороликов. А ты с 1193, 93 можно оставить, нетронутые. Вы отлично это сделали при обращении свидетельствов. Ну, там идет как книга и фотографии. Получается, что в каждый ролик можно смело ввести по 137 фотографий. Можно в полный лист или на каждой странице. В каждом ролике по моим масштабам. То есть, ну, как вот, это у меня кажется 20 номер при, вот здесь 100% открыто. А вот здесь 20, вот она, видно, цифра 20. Ну, и получается столько страниц. А то можно уменьшить, тогда меньше страниц будет. Можно так, по машине, чуть более 100 страниц. То есть, мы обеспечены прекрасным материалом. А вот, как фото подписывать, вы сами решайте или спрашивайте меня. Название каждому ролику будем согласовывать. Это я говорю Новикову Сергею Александровичу, он работает, как мы. Он уже многое сделал. Вот, заболел. Помолитесь, чтобы не болел он. Роман Малыш, здравствуйте. Есть ли у вас материал, где можно посмотреть точный перевод Никео-Сареградского символа веры? Мне спорный материал дали, а я не могу опереться. Спаси Господи. Я отвечаю, лет 57 тому назад я занимался этим вопросом. Были материалы до Никоновские, при Патриархе Иосифе и изданы книги. Потом были за рубежа книги. Символ веры имеет несколько вариаций и более сокращенные. Просчитал один раз и забыл, то есть отставил в сторону. Признаю тот, что дошел при князе Владимире. Но мы вернули слово истинного в Духа Святого Господа, истинного, животворящего и же от Отца Исходящего. Дальше. Сейчас готовится к выставлению материал, который был на моем сайте, насчитан в прошлое тысячелетие мною. Четыре книги отца Григория Дещенко, одного из самых умных из священства дореволюционного. Там в ролике идут рассуждения о кометах, это я о Роману говорю, которые теоретически могли пройти слишком близко к Земле. И о последствиях того, если бы Земля попала хотя бы и в хвост кометы. Последствия для всех организмов. До кометы было еще почти год. И уже расчеты были о ее скорости, удаленности от Земли, ее траектории. То есть, Роман верит, что Земля плоская, звезды тут на расстоянии 7 тысяч километров. Тут вверху такое твердое покрывало над Землей, ракеты в них ударяются и падают на Землю. То есть, он не верит, что космос летали, там проще, на Луне были, все это отвергается. А я ему тогда вот вчера и написал, смотри, это до революции еще изданная книга. И там уже вот это, как если бы Земля не летела в космосе по орбите, и другие, то как вы высчитали, когда комета появится и как далеко она пройдет от Земли? Как, кто эти законы-то? Они же не по законам плоской Земли. Они верят, плоская Земля, около края Земли там стоят высокие скалы, лед ледяные. Ну, то есть, вот такое у людей понятие. Я ему попутно и говорю. До кометы было еще почти год, и уже расчеты были о ее скорости, удаленности от Земли, ее траектории. Она стала, видимо, невооруженным глазом, как в печати заранее было опубликовано во всей прессе тогдашнего мира. Со дня опубликования материала она должна была быть, видимо, только через полгода, и точно в том месте, и в то время, какое высчитали. Так все и произошло. О том, что траекторию земного шара и кометы высчитали точно, это было бесспорно для любого человека, потому что мистификацию создать не смог бы никто. Они говорили, где она будет, какое время, суток будет появляться, ее днем было видно даже. А, ну, Роман мне на это ответил. Вот, как он ответил. А вот, сейчас я покажу. Вот, это, так, где-то тут не то. Вот, это надо посмотреть, где-то Роман. Ну, где-то здесь, это я его не найду. У меня тут городушка такая для книг, тут подстава. Как, чтобы запись-то была. Плохо смотрю или еще уходить дальше-то даже не хочется. Иван, знаете, сколько здесь. Малыш, Роман, вот он нашел. Он говорит, не буду напрягаться, потому что многие вопросы о космосе непонятны. Но то, что Земля не шар, и то, что она стоит на твердых основах, не вращается. Это фундаментально. Вращаются звезды вокруг полярной звезды. Точка. Ну, вокруг полярной звезды, это уже, ну, новое, конечно, пришло. Дальше, как-то он не так верил. Ну, благоставил, Господи. А, вообще, вот, переписка была, и, ну, и проще. Сергей вчера пишет, на занятия было. Я застрял в пробке, там где-то. А я пишу, из пробки можно выбросить без повреждения, лишь бы в бутылку не провалился. Там протравка идет со смертельным исходом. Максим Некрутенко. Мир вам, Игнатий Тихонович. Скажите, как называется программа, в которой забиваешь слово, и в Библии находится сразу место, писание. Я видел в вашем ролике, что это очень удобно. Вот эти программы. Я очень благодарен от Тимофея Ха. Так. По программе. Вот тут вот одна программа. Вот смотрите. Две ссылки. Попробуйте скачать здесь. Если не получится, ищите подробнее. Я написал, Никита придет, и он знает, где найдет. Никита нашел, и ему отослал. Вот она. Все, видите, это с Украины тоже юноша. Я пишу, и жду Никиту с работы. Это он знает. Ну и вот здесь дальше. Соболев Юрий пишет. «Мир вам, Игнатий Тихонович, прошу вашего совета. Сегодня одна женщина обратилась с просьбой о помощи. Ее сестра попала в какую-то странную, статалитарную, законспирированную секту. Оставила все, уехала и скрывается в одном из городов Российской Федерации. Сегодня договорились о встрече с этой женщиной. Какой женщине? Ну, которая про сестру рассказывала. При встрече, полагаю, она поведает о подробностях происшедшего с ее сестрой. Что здесь можно посоветовать? Что сказать? На что обратить внимание? Как бы вы поступили, поступали в подобной ситуации, Игнатий Тихонович? Я отвечаю. Совета по таким вопросам никогда не даю. Лично я бы поступил так, если бы она ко мне обратилась. Вот сразу же и помолился об этом деле. То есть я только до конца не досчитал, уже сижу, перекрестился и уже молюсь. Господи, устрой, как тебе угодно. Вот миссия-то в всем заключается. Доверие Богу, а не то, что собрались в кучу и теперь нападают там на кого-то, на кришнаитов. Я не оракул, не прозорливый и не пророк. Молиться, чтобы Господь открыл, если то ему угодно. Посоветоваться со священником добрым. Проверить все по Святой Библии. И потом, быть может, еще отложить хотя бы на два месяца. Юрий Соболев отвечает. Благодарю Игнатия Тихоновича за совет. Спаси Христос. У нас тут есть ролик один. Тут приезжала Рахиль за Гиддолина, и мы ходили по разным храмам, везде помолиться. Ну, а какие достопримечательности города Барнаула-то? И мы были в одном храме, и там священник вот так вел, боялся, потом выходил. Ну, вот Султан Бутаев пишет. Игнатий Тихонович, очень мудр, каждое слово ловлю, богатейший ум. Михаил Кальмаев, ну, это на другое. МП – это болото, здесь главное среди сиди тихо и не высовывайся, а то веритики сектанты попадешь. Ну, вот это обо мне они так. По Евангелию здесь жить не будут и не хотят. Вы, Игнатий Тихонович, с братьями чужда эта организация, а они кожей чувствуют, что вы другие, разный дух. Кавычки открыты. В современной церкви запрещено живое, настоящее и свободное мышление. Люди, мыслящие таким образом подвергаются различным притеснениям и гонениям со стороны ипархиального начальства, а также третируются местным ипархиальным священством. Вот абсолютно все правильно. Это, кстати, еще одно из качеств современной церкви. Если человек человеку волк, то священник священнику – волчище. В церкви нет братства, в церкви фактически даже нет нормальных человеческих отношений. Ну, это показывает семинария. Кто это говорит? Ахилла. Эта система будет ломать, пока не сломает. А если не сломает, то постарается выплюнуть вас из себя. Сумели же испоганить лицо церкви так, что сектанты теперь стали больше похожи на церковь. То есть у сектантов этого такого вроде нет, а какая церковь-то мы знаем должна быть. Давно бы покинул эту организацию. Но вот ведь беда в кавычках. Признаю ее как церковь Христову и священству благодатным. Да идти некуда. К сектантам не пойдешь. Другие православные церкви ничем не лучше нашей. Ну, там, финская какая. Надежда Тишли. Спаси Христос, братьев! За все слава Христу! Татьяна Болдырева. Вот Игнатий Тихонович прав абсолютно после 25-й минуты. Им надо было войти в эти смиренных. Это где у Сергея Пупкова на этой выставке православной вырывали и сломали магнитофонный аппарат. Везде Христос отвечал смиренно и действовал так же. Хотя я не знаю, как повела бы себя на месте мужчин. Артемий. Покупать через знакомых напрямую, то получается 136 рублей за 150 чисто восковых свечек. Получается меньше рубля за свечку. Ну, я тут не очень-то верю в это. У кого где-то такое. Один воск стоит дороже-то. А на нитка стоит. А сегодня рубль-то какая-то цена. А то что-то не то. Получается меньше рубля за свечку. В храме продают такую же точно свечку за 40 рублей. 4 тысячи процентов. Немыслимо. Ну, вот так. Марина Старцева. Я понимаю, что могло произойти на этой псевдоправославной выставке. Я видел этого толстенного как бы монаха, который обложился булочками во весь столик в фойе и уплетал их со скоростью света. Это было так прикольно и неэстетично. Но в любом случае Игорь Дыбунов оправдывает свою фамилию. Нельзя так вздыблять это. Нужно быть выше. И Сергей Пупков тоже ведет себя недостойно. Просто отвратительно. Не смейте повышать голос на Игнатия Тихоновича. Вот что значит быть подкаблучниками. Рустам. Игнатий Тихонович, вы разумите основательно. Считать Библию без толкования вредно? Я ему объясняю. Не вредно. Но если есть толкование, считай на нем, потому что там ты можешь умом не туда пойти. Мир вам, да благословит вас Господь на много лета. Мне нравится читать Библию, так как она меня вдохновляет на непреодолимые для обычного безбожного разума задачи. Я обдумываю вечерами планы следующих дней, наметывая макет у себя в голове, так называемый мыслеобраз, точечного пошагового действия для успешных решений вопросов. Порой бывает, что утром, когда встанешь, душа содрогнется от понимания отчаянности этих планов. Через некоторое время, фильтруя у себя в голове и понимая, что отступать некуда, так как рядом Бог, я иду и решаю жизненные вопросы любой ценой, конечно же, в рамках закона и во свете Библии. Когда на поле битвы во времена Великой Отечественной войны гнали штрафной батальон нарядами солдат, стоящие позади штрафного батальона с ППШ-41, то у солдат из штрафного батальона появлялась мотивация во что бы то ни стало переодолеть те или иные задачи, а разгромить часть немецких солдат. Другая интерпретация мотивации – это когда ты находишься в открытом океане, и тебе надо переплыть его быстрее. Быстрее получается переплывать, когда позади за тобой гонится акула. Но у меня Бог стоит за моей спиной, мне отступать некуда. Вопросы решаются любой ценой. Лозунг – не отступать и не сдаваться. Можно ли этот опыт сочетать с Евангелем, или этот опыт более всего подходит для Ветхого Завета? Я помню такие слова. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем довольной для каждого дня своей заботы». Матфея 6.34 Ну, что, любой ценой-то я этого не могу сказать. Я всегда жду выжидательную такую тактику, как Суворов Кутузов говорил. Нам главное, говорит, что – отсидеться. Ну, вот отступил от Москвы, сохранил армию, а потом дальше уже пошел и даши до Парижа. Анастасия Ривка. «Мир вам! По поводу последнего видео, благословляющих тебя, вы говорили о десятине. Ну, меня спрашивали, как евреи. Я говорю, не знаю, я там не был. Добросовестные иудеи отделяют десятину, но поскольку нет храма и священства, десятину отделяют на добродетель. Ну, и здорово». Евгений Трапк. Второе. «Батюшка Дмитрий общался неуважительно с Игнатием Тихоновичем на «тырь», как будто Игнатий Тихонович его дружбанк по двору. Игнатий Тихонович ему в отцы по возрасту годится, если не в деды. «Неуважительно с формой обращения к Игнатию Тихоновичу. Это всё от нетрезвости батюшки Дмитрия». Вот так. Люди посмотрели и поняли, что он нетрезвый. Дальше. Александр Александров. «А батюшка-то, отец Дмитрий, это реальный бухарь. Вот какие у нас священники. Жесть. Что слово «жесть»? Вот это да, вроде бы, вот это отжигает». Эмиль Ремша. Ремша пишет. «Васосмиттер батюшка. Истер безофен». Четыре вопроса там и здесь. «Что ж с батюшкой-то? Он что, пьяный?» Евгений Тарапков. «У этого батюшки Дмитрия вид нетрезвый. Видно по лицу, что он выпивший. А то, что он и говорит там, когда ему первый раз сказали, что его снимают на камеру, что, мол, ему надо вести себя, привести в порядок, другими словами, протрезветь. Внутри-то он понимал, что нетрезвый. Стыдно стало, что такого на камеру снимают. А не хотел, чтобы его видео в интернет с ним выставляли-то. Потому что боялся попалить себя публично-то в интернете в пьяном состоянии. Ну, всё-таки я его уговорил, он дал разрешение, благословил, но не по телевидению. Видимо, рассуждает так, что это где-то кто-то там. Увидит ли, узнает Саня. «Игнатий Тихонович, как вы относитесь к данному отцу Дмитрию, запечатлённому на ролике?» Ну, никак, помолился, да и всё как. Ну, нетрезвый, ну, что делаешь? Эмиль Ремчин написал, «Игнатий Тихонович, гад батюшка вас гетрункен». «Батюшка что, подвыпивший?» спрашивает меня. «Батюшка вас гетрункен?» Вот тренкелька, на тренкельсе говорят, но я не про него говорю. На тренкельсе гетрункен пить. Ну, всё. Я думаю, на сегодня хватит. Пока.